Вечер памяти мучеников. В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, общественные деятели, бюрократы и тысячи выходцев из восточного Туркестана. Также на центральной площади Анкары прошел протест в честь событий 1997 года, в котором приняли участие депутаты, высокопоставленные чиновники и руководители партий. 5 февраля в 1997 году, во время месяца Рамадан, женщины города Кульджи собрались для совместного поклонения. Силы безопасности подконтрольные Китаю провели операцию и задержали женщин, обвинив их в экстремизме. После долгого содержания под стражей и пыток все женщины были убиты. В ответ молодежь города выступила против беспредела китайских властей. В результате подавления протестов было убито сотни жителей Кульджи. На вопрос о количестве инфицированных новым вирусом в Восточном Туркестане и зафиксированных случаях среди узников лагерей перевоспитания китайские власти отвечают, что это государственная тайна. Позиции китайских властей по данному вопросу вызывают опасения относительно эпидемии на территории концентрационных лагерей. В целях получения подробной информации по данному вопросу сотрудники радио «Свободная Азия» связались по телефону с некоторыми медицинскими учреждениями Восточного Туркестана. Работники учреждения отказались отвечать на данный вопрос, заявив, что данная информация является государственной тайной, выдача которой карается закона. Ответы сотрудников государственных и частных учреждений Китая ничем не отличаются. Китайские власти сообщают, что эпидемия под контролем специалистов и что проводится дезинфекция участков, представляющих угрозу. Опасаясь заражения новым вирусом, некоторые китайцы стали убивать домашних животных. Информация о массовых убийствах домашних животных, ставшая повесткой Дня мировых СМИ, вызвала негодование Организации по защите прав животных. Французский телеканал 24 опубликовал изображения китайцев, выбрасывающих домашних животных из окон в связи с запретом на содержание животных, изданным Управлением ЖКХ. Организации по защите прав животных заявили, что запертые в домах животные, чьи хозяева покинули дома из-за эпидемии коронавируса, могут погибнуть по причине голода. Ранее мэр города Ухань сообщал, что до введения карантина город покинули 5 миллионов человек. Сотрудник Организации по защите прав животных Лао Мао заявил, что в покинутых домах может находиться около 50 тысяч собак и кошек. Мао сообщил, что вместе с активистами ему удалось спасти свыше тысячи животных. Во время выступления в Сенате президент США Дональд Трамп сделал заявление о положении Союза. В течение 80 минут вместо импичмента Трамп говорил о безопасности и экономике. Главным событием заседания стало то, что глава Палаты представителей Нэнси Пелоси порвала текст речи Дональда Трампа. Нэнси Пелоси и Трамп, обвиняемые в превышении должностных полномочий и вмешательстве в работу Конгресса, не разговаривали друг с другом, начиная с октября 2019 года. Самолет авиакомпании Pegasus, совершавший посадку в аэропорту Сабихи-Гокчен, выскочил за пределы посадочной полосы. Жертвами происшествия, во время которого самолет, выполнявший рейс Измир-Стамбул, выбросило за пределы посадочной полосы стало три пассажира. Вместе с персоналом и двумя младенцами на борту самолета находилось 183 человека. Пилотам не удалось посадить самолет из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего самолет занесло. Состояние пилотов критическое. Все запланированные рейсы были перенесены в новый аэропорт Стамбула.